Добрый день! Сегодня я хочу представить пакет для работы с геометрическими объектами. В первую очередь он ориентирован на неэвклидовой геометрии и так называемой геометрии Келли-Клейна. Существует целое семейство таких геометрий, аж 9 штук. О них можно прочитать в книжке Глома про неэвклидовой геометрии. Ну а между тем, вот подоспела программка, которая хорошо с ними работает. В принципе вы можете быть знакомы уже с программами для геометрических построений на компьютере. Такая электронная версия компаса и линейки, циркуляй линейки. Это может быть вот CarMetal, допустим KiJ или GiGebra. В них существует вот богатая панель инструментов, которая рассматривает различные геометрические объекты. Это могут быть точки, это могут быть отрезки или прямые, это могут быть треугольники, окружности, углы. И вот для различных наборов этих различных геометрических объектов возможны разные геометрические построения. Ну вот сколько разработчик вам предоставил этих пиктограмм, столько вы можете и пользоваться. Каким образом эти программы работают? Ну приблизительно вот так. Мы можем кликнуть на экран и создать новую точку. Потом мы можем, скажем, провести через эти две точки прямое. Потом мы можем добавить еще одну точку и из этой точки, скажем, опустить перпендикуляр на выбранную прямую. В новой программе, которая представляется сегодня, существует существенное отличие. Ну, если вы посмотрите на чертеж, который выполнен в этой программе, это отличие может быть не так сразу и видно. Вот, к примеру, теорема об артоцентре треугольнике. Точка пересечения три высоты треугольника пересекаются в одной точке. Это вот здесь вот проверяется тем, что точка О, которая пересечения высоты на сторону А и Б, она также принадлежит и высоте через сторону С. Ну или вот еще отношение в пучке. То есть, на самом деле, через точку О мы можем провести целое семейство прямых. И все три высоты принадлежат этому пучку. То есть, вот эта теорема, она проверяется. Если мы там двигаем точки, треугольник меняется, но вот эти отношения с артоцентром все сохранены. Что бросается в глаза? Здесь у нас нет такой богатой панели инструментов с различными геометрическими объектами, геометрическими построениями. По факту, с точки зрения нашей программы, все геометрические объекты бывают всего лишь одного вида. Они так называемые циклы. Циклы, ну в первом приближении давайте говорить, что это будут окружности. Если окружность нулевого радиуса, она вырождается в точку, то есть вот А, Б, С и О на этом рисунке – это циклы нулевого радиуса, а прямые – это циклы окружности бесконечного радиуса. Они проходят через точку бесконечность. К слову, с точки бесконечность у нас тут всегда присутствуют на нашем чертеже. Точно так же, как всегда на нашем чертеже и присутствует действительно прямая. Значит, с точки зрения нашей геометрической программы, есть только циклы немножко разных типов, но это различие не так существенно. Как мы можем добавлять новые циклы? Ну, точки цикла нулевого радиуса можно по-прежнему, как и в других программах, добавлять просто каким-то щелчком левой мыши в нужном положении экрана, но потом при необходимости можно их перетаскивать, эти точки, захватив и нажав левую кнопку мыши, можно перетащить куда требуется. Цикл также можно задать напрямую. Можно цикл, конечно, задается квадратичным уравнением на координаты, U и V координаты, используемые в нашей системе. Можно напрямую задать коэффициенты K, L, N, M, или можно сказать, что, допустим, мы хотим построить единичную окружную, значит, центры нули и радиус равен единице. Значит, вот единичная окружность с требуемыми коэффициентами появляется на нашем рисунке. Как построить что-то более, кроме циклов, которые непосредственно заданы? Ну вот давайте начнем новую фигуру. То, что мы тут намалевали, можно выбросить. Ну вот вы начали новую фигуру. Как всегда, у нас сразу есть точка в бесконечности и действительно прямая. Что-либо другое мы начинаем добавлять левыми щелчками мышки. Вот у нас появилось две точки. Ну, можно дальше продолжать кликать или задавать циклы напрямую. Это еще не является геометрическими построениями. Геометрические построения создаются вот с помощью вот этой кнопки. Но для того, чтобы они появились, нам необходимо задать некоторые отношения. Ну, давайте посмотрим. Вот правая кнопка мыши вызывает контекстное меню. Первой строкой есть возможность добавить отношения к этому циклу. Ну и первая строка – отношения ортогональности. Ну, почему бы нет выбрать то, что предлагается первым выбором. То же самое для цикла, который точка B. Вот у нас внизу перечислены те циклы, которые и отношения к циклам, которые заданы на данный момент. Следующий цикл автоматически будет назван циклом C. Для простоты мы просим, чтобы были только действительные коэффициенты. В этом цикле мнимые коэффициенты приведут к тому, что цикл не может быть прорисован. И ортогональность точка A к точке B. Ну, мы уже говорили, что если мы зададим еще отношение ортогональности к бесконечности, то это может быть связано с прямой, циклом бесконечного радиуса. Давайте посмотрим. Правило такое, что, в принципе, нам надо бы задать три отношения такого же рода, как ортогональность. И два будет недостаточно для однозначного определения цикла. Более чем три будет переопределенная система. Если она независимая, скорее всего, решение цикла, которое удовлетворяет более чем трем уравнениям, трем отношениям, как ортогональность, скорее всего, не удастся построить. Создать цикл. Ну, вот действительно, мы получили прямую. И как мы видим, отношение ортогональности точки и этого нового цикла прямой заключается в том, что прямая проходит через точку A, ортогональность здесь значит, что он проходит через точку B. Вот этот цикл, список его отношений тоже здесь указан. Все, которые ортогональности у нас есть. Давайте для интереса начнем опять с ортогональности к точке B и опять ортогональность к точке A. И в этот раз попросим, чтобы у нас была еще ортогональность к действительной прямой. Что мы получим в этом случае? Создав цикл, мы получили окружность, которая действительно ортогональна, действительно прямой, в том смысле, что ее касательная в точке пересечения перпендикулярна, вертикальна. Раз мы заговорили о точке пересечения, давайте мы их найдем, эти точки пересечения. Ну, по всей видимости, точка пересечения должна лежать на действительной прямой, значит быть и ортогональна. Она должна лежать на окружности, значит она должна быть ортогональна. И что еще? Она должна быть точкой. Для этого она должна быть ортогональна самой себе. Вот для этого нового цикла, который мы собираемся создать, он будет назван буквой E. И мы задаем условия ортогональности к самому себе. Ну, вы можете заметить, что условий для циклов, отношений циклов к самому себе гораздо меньше, чем отношений к циклам, циклов к другим циклам. Это связано с тем, конечно, что не все отношения, которые существуют между циклами, могут быть рефлексивны. Ну, посмотрим. Вот действительно точка пересечения в двух экземплярах у нас появилась. Условия, которые мы задали, определяют этот цикл E. Вот как бы построить пересечение вот этих двух прямых. Ну, точно так же. Выбираем ортогональности. Мы выбираем ортогональность к самому себе, для того, чтобы это была вот эта вот точечка, которая здесь. Но мы помним, что, в общем-то, решение, как правило, два. Вторым решением будет бесконечность, потому что это пересечение двух прямых. Прямые всегда проходят через бесконечность, значит, там пересекаются. Мы хотелось бы исключить, хотелось бы иметь только вот эту конечную точку. Для этого мы зададим отношение к бесконечности, что новый цикл должен быть, ну, можно задать, отличающийся. Мы выберем явно отличающийся, то есть существенно отличающийся, потому что наше в данный момент вычисление проводится с помощью десятичных приближений. И ошибка в вычислениях может привести к тому, что мы будем слегка отличные результаты вычислений считать разными объектами. А это просто ошибка округления. Чтобы избежать этого, мы просим явного отличия. В принципе, можно, система, которая поддерживает наш пакет, она допускает точную арифметику, аккуратное вычисление со всеми корнями, синусами, косинусами, но эти вычисления очень сильно драматически, я бы сказал, усложняют построение. И компьютер может начинать очень долго задумываться на фигурах и не всегда находить правильное и необходимое упрощение. В общем-то, если вы когда-то занимались упражнениями на тригонометрии, вы себе можете представить, что мы по-прежнему не можем надеяться, что компьютер всегда упростит тригонометрическое выражение, сложное тригонометрическое выражение до его естественного состояния. Ну что ж, вот возвращаемся к нашим построениям. Мы задали все, что требовалось. И просим создать цикл. Вот точка F, она появилась. Мы видим, что у точки F одна реализация, верхняя строчка, это коэффициенты KLNM для нашего цикла. Тогда как для точки E, о которой мы говорили, существуют две реализации, две точки. Мы постарались, чтобы точка F была только в конечной плоскости. мы исключили бесконечные координаты. Значит, ну, как вы видите, используя всего лишь отношение ортогональности, мы уже построили такой себе нетривиальный чертеж. И, что бы хотелось отметить, вот отличие между прямой C и единичной окружностью D, не единичной, просто окружностью D, прямая C проходит через бесконечность, перпендикулярно бесконечности, и это обычная прямая. А прямая, цикл D у нас ортогонально действительно прямой, и, в общем-то, это является прямой в геометрии Лобачевского, в верхней полуплоскости. Существует не евклидовая геометрия Лобачевского. Две прямая, которые проходят через точки А и Б в геометрии Лобачевского, это будет дуга окружности, как раз D, которая ортогонально действительно прямой. Как мы видим, здесь уже очень легко, всего лишь поменяв отношение, чему должно быть ортогонально наше построение, либо бесконечности, либо действительно прямой, мы таким вот легким движением перешли от евклидовой геометрии к неевклидовой геометрии Лобачевского. Давайте добавим что-то большее, чем отношение ортогональности. Наш пакет предлагает это сделать. Давайте добавим касание. Касание между циклами может быть внешнее и внутреннее, а можно допустить оба. Так и так. Значит, мы задаем касание прямой С, касание к окружности D и касание к действительной прямой. Ну, вот такие условия у нас касания заданы. Посмотрим, сколько решений эта задача имеет. В общем-то, получилось 8 различных циклов. Действительно, мы можем подсветить их каким-нибудь интересным цветом. Ну, допустим, живенький зеленый цвет. Чтобы было видно, действительно легко заметить, что вот эти все реализации цикла G, они касаются всех трех выбранных циклов. Ну, если мы теперь немножко подвигаем фигуру. будет сделан пересчет, новое положение, однако все свойства между циклами будут сохранены. Ну, и чтобы закончить сегодняшнее первое представление, мы упомянем 9 геометрики Ликлейна. Они выбираются тремя различными метриками, которыми мы меряем расстояние между точками, и тремя различными метриками эллиптической, параболической, гиперболической, которые мы меряем углы между циклами. Ну, давайте посмотрим, что произойдет, если мы выберем гиперболическую метрику в пространстве точек. Как легко заметить, у нас точка А и точка Б в общем-то по-прежнему выглядят в основном как точки, но на самом деле это световые конусы. Вот через них проходят вот эти прямые, которые наклонены под углом 45 градусов. Световой конус в геометрии в пространстве Минковского на самом деле в гиперболической метрике здесь появляется. Также мы по-прежнему имеем прямую С, которая проходит через точки А и Б. В данном случае это уже вырожденная гипербола. И остальные циклы, цикл G, который касается трех перечисленных циклов, он является гиперболическим. Тоже это гиперболы в нашем построении. Можем задать и другое измерение углов. И как вы видите, фигура меняется. Мы по-прежнему имеем здесь гиперболы как реализации циклов, но отношение между ними поменялось и прорисовка цикла G уже другая. Если мы вернемся к параболическим построениям, то здесь фигура еще более интригующая и, наверное, для первого знакомства не стоит вдаваться в детали. Просто отметим, что вот есть большое разнообразие генетических построений в зависимости от того, какую метрику мы используем. Сейчас должно быть достаточно было показано примеров для начала работы с данной программой. Надо сказать, что интерфейс я постарался сделать удобным. Всплывающие подсказки стараются объяснить каждый элемент программы, что он производит. Есть еще более подробная документация по различным аспектам. Например, отдельная страничка, которая описывает, что такое отношение между циклами. Значит, можно здесь получить введение в этот объект. полное объяснение всего в общем-то даже не написано, не говоря о том, что оно бы занимало очень много места. Но для начала работы это должно быть достаточно. Есть вот инструкция о том, как пользоваться программой. Опять же, кратко представленная на вашем компьютере. И саму программу можно получить совершенно бесплатно, то есть даром. Если перейти на страничку, которую указываем в своем видео, вот здесь описание нашего проекта. Мы переходим на SourceForge, в разделе файлы есть страница загрузки. Уже откомпилированная программа доступна в различных модификациях. Я сам пользователь Linux, так что для Ubuntu и Debian она скомпилирована наиболее полным образом. Но такая же рабочая версия доступна и для Windows, для Macintosh и для каких-то других версий Linux тоже должно работать. В общем-то выбирайте в соответствии с вашей операционной системой пакет, который вам подходит и вы можете увидеть работу программы на своем компьютере. я желаю приятной работы и интересных моментов в изучении в первооткрытии геометрии Киликлейна. много вещей там еще как следует не изучены и они в общем-то являются доступны для достаточно широкого круга пользователей. В следующих видео я постараюсь рассказать о других аспектах программы, более продвинутом ее использовании и более интересных моментах связанных с геометриями которые она реализует.